А не шума. Могу себе представить набор локальных решений, где это может сработать, но системно в виде замахиваться на водородизацию российского транспорта, например, по целому, было бы сейчас неправильно. Вы пошли. Про русскую тесну. Когда? Да. Про русскую тесну. Ну, смотрите, если вы вспомните последовательность модельного ряда теста, то вы вспомните, что началось с лакшери, ну и постепенно вот через этот модуль S, модуль S, да, значит, это просто 300 тысяч, 40 тысяч подешевле. В этом смысле это естественное движение гайдотехнологии. Она идет от премиум-класса в массу. Назовите мне российский автомобиль премиум-класса. Правильно. Правильно. Раз. Я как раз на днях говорил с директором, я забыл, он сказал, 800 штук. Я могу сказать, или 1000 штук в будущем году. Ну, ребята, ну ниша, ну совсем ниша. В России не существует компания Mercedes, в России не существует компания, которая бы серийно производила лакшери автомобиль массовым образом. В этом смысле рынка у нас нет, поэтому мы и не затачиваемся на эту задачу. Спасибо. Профессии будущего в электроэнергетике. Куда вкладываться тем командам университетов, которые сейчас думают про новые образовательные программы? Я в профессиях все-таки плохо, понимаете, будешь здесь сидеть в зал специалистов по-настоящему. Я профессии не могу назвать. Я могу назвать технологией. Вот. Второй блок, да. Неокреперспективной. Технологией могу назвать. Я убежден в том, что в энергетике в целом рождается метод абсолютно новых классов, которых три года назад не было. Через диск они будут абсолютно все вместе. Ясны, очевидно, непонятны. Значит, во-первых, это хранение. Промышленная технология хранения электроэнергии переворачивает всю логику большой энергетики. Все энергетики существуют только тогда, когда вот для этих плампочек, чтобы они сейчас сидели, нужно, чтобы сейчас здесь на ТЭЦ 23-й крутилась турбина, на ней генератор, и он вырабатывал эти самые дела. Сейчас, если мы их выключаем, то где-то нужно снизить дегенерацию. Так устроена вся конструкция гигантской, сложнейшей инженерной системы. Сторожь хранения. И переворачивание. Просто переворачивание. Сначала окажется 20% мощности бессмысленной. И просто не нужны. Потому что у нас есть пик утренний, у вас есть недельный цикл с минимумом уходным, у вас есть годовой цикл. Если вы хранитель не имеете, вы должны иметь мощности на максимум утренний, максимум недельный, максимум годовой. И еще и резерв. Но кроме этого, сторож дает еще десятки сложнейших эффектов. Изменяется отношение между возобновляемой и возобновляемой, между атомной и тепловой. И так далее. Я верю в то, что промышленное хранение электроэнергии – это сотни технологических конструкций, которые в большой энергетике точно ее перевернуты в следующие 10-15 лет. А ниже, чтобы что-то тестовало. Откуда взялся электроэнергетикация транспорта? Загатаривать его колеса. Ну, конечно, это же не двигатель. Что произошло с электродивиделем-то? Ничего. За последние 100 лет. Ротер-статтер, помотка, правила Буравчика. Так помотка называется, да? Значит, все вперед. Каким он таким и есть. ПТ-97. Сторож, хранение взорвало. Транспорт. Ну, сначала это наши гаджеты, потом транспорт. Сейчас будет электроэнергетика. Колоссальная индустрия, которой точно потребуются специалисты. Но второе, извините, я долблю все свое. Ну, конечно, возобновляем энергетику. В этой индустрии мы ясно понимаем количество рабочих мест в 2024 году. А с учетом решений, которые вот в Хозах принял по вчера, довольно определенно понимаем количество рабочих мест в 2005 году. Их нет, и сейчас не существует. Они возникнут, поверьте, на основу. В этом смысле, вот вам, пожалуйста, две группы крупных технологий, которые в этой сфере будут дождаться. Дмитрий Иванович, последний вопрос тогда. Куда к вам стартап и лаборатория университета может идти за деньгами? Запросто. Запросто. Потому что любимое занятие давать деньги. Значит, у нас есть 15 наноцентров в стране, построенных нами, кстати, многие с вами живут в взаимодействии, с вашей помощью. Суть наноцентра – это фабрика стартапов. Это то место, люди, в котором умеют создавать стартапы. Деньги, конечно же, важные, но, как вы уже давно поняли, это далеко не единственное, а часто даже и не главное. А часто даже лишние деньги убивают стартапы. В этом смысле, пожалуйста, посмотрите на наш сайт, и вы увидите полный список наших наноцентров. По регионам от Сибири до Москвы. Мы 700 стартапов построили. Будем продолжать это делать. Пожалуйста, обращайтесь к нам. Значит, спасибо. Спасибо. Вот это, например, для храмы.